МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Сегодня в Астане мировая премьера произведения российского композитора Виктора Соболева. Небо и земля живописи графика. Центр современного искусства Куланши приглашает на персональную выставку Лейлы Махат. Историю о сложных семейных взаимоотношениях покажут на республиканских телеканалах. Парижский дизайнер, автор больших королевских платьев, черпает вдохновение в Казахстане. Подробности далее. Мы находимся в камерном зале театра Астан-Опера, где через несколько минут состоится концерт шедевр скрипичной музыки. И начнет его солистка симфонического оркестра Каламкас Джумабаева. Она исполнит сонату номер 4 для скрипки соло Эжена Изаи, посвященную одному из самых известных скрипачевиртозов Креслеру. Всего Эзеи написал 6 сонат, и каждую посвятил самым талантливым музыкантам своего времени. Четвертая соната длится 12 минут и считается сложным в исполнении. Играть соло действительно очень сложно всегда, потому что рядом нет никого, нет ни плеча, ни локтя. Но в то же время такие произведения дают всегда много свободы. То есть ты действительно остаешься один на один с музыкой. В концертной программе были представлены композиторы романтики. В первую очередь это Брамс и его соната номер 3 для скрипки и фортепиано. Программа получилась очень сложная в плане исполнения, в плане восприятия, возможно, даже. Но она не вся полностью такая загруженная. Вторая половина концерта, она более-менее для публики, которая будет просто наслаждаться музыкой, которая будет до боли узнаваемая. Речь идет о произведениях Чайковского, вальс Керца для скрипки и фортепиано, а также мелодия для скрипки и фортепиано. После прозвучало произведение, которое Каламкас Жумабаева и Долорес Умиталиева уже исполняли вместе. Оно, собственно, и послужило толчком для создания программы этого вечера. С Долорес мы одно из произведений, которое будет звучать сегодня, мы его играли уже полгода назад, действительно. Оно было в другом проекте. Оно было в проекте «Опера без слов». То есть, когда оперную музыку перекладывают для инструментов, и она звучит как фантазия. Произведение было закончено в начале октября, и сегодня состоялась его мировая премьера. Экспром на тему Абая останется в репертуаре Каламкас Жумабаевой. Айнара Байгрунова, Астана, Культвояж. Небо, его высота, цвет и глубина – все это очень важно для художницы Лейлы Махат. Свою любовь к этому безграничному пространству она выразила в картинах, которые выставлены в Центре современного искусства Куланши. Привычка наблюдать за небом у Лейлы Махат еще с детства. Именно оно является для нее главным критерием восприятия новой страны, города или поселка. В телефоне, говорит автор, у нее тысячи фотографий небесного пространства и совсем немного изображений достопримечательностей. Когда я на него долго не смотрю, я начинаю чувствовать какой-то дискомфорт. Наверное, это какая-то генетическая, может быть, память, или какие-то изменения в голове, может быть, или какая-то аномалия. Но без неба мне очень плохо. И всегда, куда бы я ни приезжала, где бы я ни находилась, я обязательно должна чувствовать, что я имею с этим связь. Поднимаются и рушатся державы, рождаются и умирают языки. А небо, говорит Лейла Махат, смотрит на нас, как и миллионы лет назад. Земля в любое время продолжает нас кормить. Камни горной породы хранят память о прошлых веках, словно флеш-карты. Эти мысли пробудили в художнице интерес к истории и с кивским мотивом, которые отражены в ее серии графических работ. Я познакомилась с миром археологии. Конечно, я никогда в жизни не буду на это претендовать, но я познакомилась с этим миром как художник. И когда я вижу вот эти маленькие артефакты, которые ученые с большим трудом извлекают из-под земли, выносят на свет, мне хочется про них прокричать, просто всему миру, потому что мне кажется, что это настолько ценно. Экспозиция включила в себя картины, созданные за последний год. Лейла Махат написала их в Астане и Вене. Она использовала разные техники живописного письма, отталкиваясь от темы и концепции выставки. Все работы, за исключением портретов из серии «Черные сосуды», задумывались как диптихи. Произведения казахстанского мастера вдохновляют представителей разных профессий и привлекают на выставку зарубежных гостей. Случайно оказавшись в Астане, первым делом попытался найти, куда можно сегодня пойти. И нашел Центр современного искусства. Такие сочные работы. В общем, небо я тоже люблю на фотографиях. В основном занимаюсь, конечно, другим жанром фотографий, но пейзажная съемка тоже очень интересный жанр. И здесь очень приятные экспозиции. Следующая выставка Лейла Махат пройдет в Государственном музее Лихтенштейна. Она будет посвящена красоте родного края, его природным ландшафтам и, конечно, небу. Куда бы ни отправился человек, считает Лейла Махат, небо всегда убережет, а земля не даст упасть. Картины, воплотившие в себе эти мысли, будут в Центре современного искусства еще, по крайней мере, в течение месяца. Мадина Алданова, Культвояж, Астана. Драма «Жан и Я» В фильме показаны истории сразу двух семей, которые живут по соседству. Одна из них – наша история. По задумке авторов фильма «Моя супруга» часто устраивает скандалы. Я, как примерный семьянин, пытаюсь решить конфликты мирным путем. Одну из главных ролей в фильме исполняет актер из Алматы Ержан Жарлкасынов. Он играет роль мужчины, который завел роман на стороне. И в итоге бросил свою семью и детей. Тяжелее всего приходится его дочери. Юная актриса Арая Скарказы рассказывает, чтобы проронить настоящую слезу, ей пришлось представить себя в роли героини. Я тоже вспоминала вот эти вот, что-то грустное вспоминала. И думала, что это мои реальные родители. И думала, что если у меня мама и папа так будут, то с родителями, если такое случится, то я этого не вынесу как бы. И я заплакала. В фильме задействовано 40 актеров. Каждого из них шымкенский режиссер Серик Талатцев отбирал лично. Я в основном снимаю фильмы воспитательного характера. И этот фильм не стал исключением. Он снят по заказу молодежного центра. К слову, это моя первая полнометражная картина. До этого я снимал короткометражки. Жануя идет как продолжение одной из моих прежних картин. Прямо сейчас режиссеры снимают последние эпизоды картины. Авторы намерены представить свою работу на республиканских телеканалах уже в следующем месяце. Режиссер уверен, что фильм не оставит равнодушным ни одного зрителя. Стоп, снято! Жанна Тухтарбай, Культвояж, Шымкент. Парижский дизайнер, создатель больших королевских платьев «Ламин М» вновь посетил Казахстан. Сегодня он дает мастер-класс в рамках фестиваля творческой молодежи «Жастар». Художник, который вот уже 15 лет работает под творческим именем «Ламин М», создает необычные платья. Эти наряды вряд ли подойдут женщине обыкновенного роста, хотя примерить их наверняка захочет любая. Более того, ни один из этих нарядов невозможно купить. Искусство ради искусства, красота ради красоты. В Казахстан «Ламин» прибыл уже не в первый раз. Летом его работы можно было увидеть в Астане в галерее Хасанат. Позже он совершил вояж на юг республики и вот теперь готовит совместные проекты с нашими дизайнерами. Во время пребывания в Шымкенте я имел возможность познакомиться со многими очень интересными казахстанскими художниками и дизайнерами и был весьма впечатлен. Теперь, я надеюсь, мы сможем поработать вместе с некоторыми из них. Нынешний визит «Ламина» в Алматы состоялся в рамках фестиваля творческой молодежи «Жастар», где он провел встречу с начинающими дизайнерами, студентами Академии имени Жургенова и просто теми, кто неравнодушен к миру моды, искусству и творчеству. Фестиваль «Жастар» — это международный фестиваль творческой молодежи. Он в этом году проходит седьмой раз и в этом году он приурочен к 25-летию независимости нашей страны. В этом году фестиваль выходит в город, то есть если в прошлые годы он сосредотачивался только в здании фонда, то есть все мастер-классы, площадки, встречи были здесь, то в этом году фестиваль проходит в Алматинском хореографическом училище имени Селезнева, также консерватория имени Нкурман-Газы и Национальной Академии искусств имени Жургенова. Творческой встречей с «Ламином», которой благодаря обилию вопросов продолжалось два часа, серия мастер-классов в рамках проекта «Жастар» в этом году завершилась. Сам же мастер, успевший полюбить нашу страну и привязаться к ней, надеется, что его работа с нашими коллегами будет плодотворной и интересной. Платья, которые никогда не будут проданы, вдохновение, которое никогда не покинет, история, которая никогда не завершится. Таковы работы «Ламина М». Алифтина Мадьярова, Алматы.